Мы приветствуем Геннадия, интересуемся готовливым диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. И отправляя голограмму в клетку-тюрьму. Один, два, три. И я даю команду на счет три. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Геннадия под ногами. Один, два, три. Скеннер сканирует все семь тонких тел Геннадия. Находит все. У него спрут. Голограмма дракона. Какой дракон? Синий дракон. Синий дракон. Хорошо. Суккуб. Суккуб. И демон. И демон. Какой демон? Считай цифры над головой. Двенадцать. Двенадцати герцовый демон. Хорошо. Пять каналов? Четыре. Спрут. А, голограмма к демону принадлежит. Я отдельным каналом считал. Голограмма дракона. Голограмма дракона. Хорошо. Там все равно. Там отдельный от нее канал выстроился? Нет. Ага. Хорошо. Значит, я беру голограмму с драконом вместе. Хорошо. Так. Вы все обнаружены. Происходит чистка сейчас. Мы отдадим вам все темные энергии, заберем все светлые энергии, рассинкронизируем вас. Вы вытащите все, что осталось в биополе. После этого я проведу проверку. Все, кто пройдут проверку, проверка будет 2 миллиона герц. Все, кто пройдут, уходят на свою частоту. Все, кто что-то забудет, случайно или не случайно, сгорят просто в этой клетке по каналу. Всем понятно? Понятно. Отвечаете на все вопросы, которые я задаю. Все, кто не будет кооперировать, я буду принуждать кооперации. Я не хочу этого делать, поэтому рекомендую вам отвечать на все мои вопросы и выполнять все действия в этой комнате диагностики. Это для вас будет не так страшно. Хорошо. Начинаем тогда с реверса энергии. И в процессе реверса я буду задавать вам некоторые вопросы. Итак, я даю команду тонкой копии Геннадия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Выстраиваются каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Геннадию. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? 5,7. 5,7 года? Или что это? Синий дракон, считай цифры над головой. Как долго ты находился в этом биополе? 32, 46. 32, 46. 3 последние года я здесь. 3 года, хорошо. Зачем ты голограмму установил? Чтоб его не трогали. В каком плане? Торгает. Голограмма отторгает. Не нужны взгляды. А почему ты решаешь, какие взгляды нужны, а какие не нужны? Ты слышал про законы мироздания. Ты знаешь суть этих законов? А праве души использовать свободно свои энергии и вибрации. Почему ты запрещал человеку использовать свободно его энергии и вибрации? Я не запрещал. Ты влиял? Даже показывал. Ты ему иллюзии показывал, синий дракон. Недооценивает он себя. В каком плане? Душа у него добрая. Развивать ее надо. А он думает, что это не для него. Показывал я ему многое. И чем же ты ему помог в развитии его души? Расскажи ко мне, дракон. Скучно ему было без меня. Дракон, я хочу тебя предупредить, что любое последующее абстрактный ответ, не касаемо моего вопроса, закончится тем, что я достану печать дракона и включу ее на полную мощность. И у тебя просто голова отлетит. Поэтому я тебя еще раз спрашиваю. Какой твой вопрос? Чему? Как ты помог развить его душу? Это не моя задача развивать его душу. Ты сказал, что... Я лишь показал информацию. Какую информацию ты ему показал? Сны показывал. И что в этих снах было? Ты ему показывал картинки, которые ты сам видел. Больше ничего. Ты мог понуждать... Удовлетворяли его эти картинки. Нравились они ему. Но он не сам выходил. Понимаешь? Он не сам их видел. Он видел твоими глазами. Благодаря этой платье, которую ты ему установил в третьем глазе. Хорошо. Я давала ему информацию. Какую ты ему дал ценную информацию? Я же объясняю. Я не вижу здесь ценности в этой информации. Картинки, которые ты показывал из космоса. Я же объясняю. Душа у него добрая. Но недооценивает он себя. Думает, что все это не для него. И не понимает, что может развиться очень, очень быстро. Дракон, какой тебе интерес ему помогать? Я нахожусь в его энергиях. Ты находишься в его энергиях и питаешься этими энергиями. Питаюсь, но и показываю, какой интерес может быть для него. Толкая его сделать шаг. Ты сейчас скажешь, что ты его привел к нам. Вот тогда я очень удивлюсь. Он приводил для того, как голограммой стоит, чтобы лишний глаз его обходил стороной. Мы все голограммы видим, дракон. Все. Как у нас с реверсом, Вера? Закончится. И устанавливали фильтры с золотой сеточкой. И в порядке реверса. Геннадий забирает все чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Геннадий себе обратно. Он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Сукуб, как долго ты находился в этом биополе? Давно мы с ним. Семь лет. Тебя демон привел? И я лично семь лет. Тебя демон привел? Или ты сам пришел? И во фантазию меня привели. Хорошо. Так, демон, как долго ты находишься в этом биополе? Он дом показывает. В доме я живу. Так, ты в доме живешь. С ним, с ним, с ним законтактировал последние, последние лет двадцать. Двадцать лет? А что ж тебя такое? Не, меня просто интересует, какая частота тебя двадцать лет притягивала. Что в нем такого, что притягивает демона? Установки поставил, да, выхожу туда-сюда. Что тут? Хорошо. Ты скажи мне, там земельный участок, я смотрел, там много ваших. А как же? Ну, я просто буду его чистить, этот участок, на днях. Поэтому я не думаю, что ты сможешь, я буду его запечатывать, что ты выдержишь эти энергии и вернешься на этот участок после моей чистки. Я просто хотел предупредить, что если я второй раз тебя встречу, когда я буду чистить дом, я не буду такой к тебе вежливый, к тобой вежливый, понимаешь? Я буду все воронки закрывать, все полностью сжигать и запечатывать. Вы и секунды там не выдержите. Живу я на участке. Дома мне хватает. Погреб хороший есть. Я буду чистить и дом, и погреб полностью, все. Поэтому как ты собираешься поступать? На людях установки. Для чего мне? Там живет, там еще, по-моему, одна женщина живет, его мать. На ней тоже установки твои стоят? Мои в том числе, да. Понятно. Хорошо. По установкам тогда притяну всех. Хорошо. Ждем окончания. Ревер закончился, Вера? Да. И выстраивай отдельный канал в голограмме. Один, два, три. От Геннадия. И начиная реверс. Всех наночастиц, которые остались, частички души, биоматериал, все, что находится на его частоте, возвращается назад. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Пошла энергия назад. Готово. Хорошо, демон, выходи. Вытаскивай все, что осталось на твоей частоте. Все, что ты установил, вытаскивай. Что он делает, Вера? Ноги? Ну, у него, да. Ноги и руки красные комочки закидывал он у него. Демон, скажи мне, лярва есть в биополе? Да. Где? В области сердца. В области сердца. Ты хочешь меня спросить, можешь ли ты их забрать? Я заберу. Не сядь даже. Сначала вытащи все свое, что ты оставил. Доложи мне об этом. И после этого я дам тебе отдельную команду. Собрал я. Хорошо. Разрешай тебе забрать лярвы. Ничего не оставляй. И возвращайся в клетку. А откуда на сердце лярва была? От кого? Жизнь у него тяжелая. Переживает много. От переживаний. Понятно. Хорошо. Думает много, а двигаться не хочет в развитии. Хорошо. Снял он лярвы, Вера? Снял. Вернулся в клетку? В клетке готов. Хорошо. Так, суккуб выходит, снимает все, что он наставил, и докладывает о готовности к проверке. На шее его как душит. Ошейник. Рук снимает. И у демона было на руках, и у него на руках. Он должен это хорошо чувствовать, как боль. Тяжесть. Тяжесть. Хорошо. И усталость. Все снял. Хорошо. Синий дракон. Выходи. Вытаскивай. Отключай свою голограмму. Вытаскивай все свои платы. Отключай все. И докладывай о готовности к проверке. Он ему внушал, что он это единственная связь с космосом, которую он может поддерживать. Информация, которая через него выйдет. Понятно. Дракон. Если бы ты знал, сколько сотен драконов я уже видел, и какие я истории еще не слышал, ты бы мне такой не рассказывал бред. Конечно, ты будешь воровать у него энергию. И обманом ты только мог зарабатывать себе энергию на пропитание. Ты ни в коем мере его не продвинул в развитии вообще. Ты даже затормозил его. Он говорит, что Геннадий не понимает, что он может сам своими энергиями добиться всего и управлять ими. А он ищет чью-то помощь, типа меня. Кем ты перед ним предстал, когда ты встретился с ним три года назад? Ты пришел во сне. Кем ты был? Светом, святым, энергией, ангелом? Всемогущим. Вот, видишь? А почему ты не предстал, согласно своему эфирному коду, ДНК в виде дракона синего? Ладно, это был риторический вопрос. Хорошо, вытаскивай все и возвращайся в клетку. Работаем дальше. Он достался. Спрут, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил, отключайся, отсасывай жидкость, чтобы ничего не было и возвращайся в клетку. Приступай. Спрут присосками к нему очень привязан. Аккуратненько отстегивай. Голова. Спрут, как ты влиял на физическом плане, на его самочувствие? Что он испытывал от твоего воздействия? Ну, у него, во-первых, перекрыт полностью канал с космосом. Каша в голове. И синий дракон мне пытается здесь еще рассказать какие-то истории. Это спрут. Я знаю. Просто синий дракон находится рядом. И он видел, что спрут перекрыл все энергии. Если бы ты хотел помочь ему, ты бы вывел спрута из биополя и помогал. Не имеет права. А, видишь. А почему не имеет права? Мы встречали сущности, которые изгоняли всех чужих. И никого не подпускали. И один дракон среди них был. Он говорит, что такие сущности захватывают все остальные энергии. Мне же хватало третьего глаза. Хорошо. Закончил спрут. Хорошо. Так, спрут закончился. Сейчас я даю команду на рассинхронизацию энергии Геннадия с энергиями спрута. И когда достигнет 100%. Готово. Хорошо. Подхожу к Геннадию. Кладу руки на плечи. Помогаем ему сделать импульс высокообразованного шока удара. И начну три сжечь все каналы. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы к интерферентам. Отлетает. Все отлетело, Вера? Да. Открывается портал в галактическое ядро. И канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. И я даю команду на счет три. И скэнер начинает проводить контрольную проверку. Один, два, три. Все малейшие наночастицы уничтожаются на месте. Если что-то крупное было забыто в биополе, загорается ярко красный маячок. Геннадию нравится все это. Он говорит, может, про дракона я тоже смогу. Вам для этого не надо дракона. Может, тоже смогу. Энергию свои регулировать. Все могут, и вы сможете. Только для этого вам не надо звать на помощь дракона. У него своя программа, он питается вашими энергией. Он вам пообещает что угодно. Но в конечном итоге вы потеряете больше. Канары зеленые. Хорошо, все прошли проверку. Хорошо. Ну что, буду туда отпускать. Предупреждаю сразу, если я повторно с кем-то из вас встречусь в этом биополе, а мы будем его проверять, вы уже никуда не уйдете, кроме галактического ядра. В первый раз я отпускаю. Второй раз я наказываю. С демоном здесь придется еще отдельно обговорить этот нюанс, потому что у него еще остались в доме там подключки. Я его отправлю на его чистоту. Я ему просто рекомендую, что в его интересах собрать все и уйти. Перед тем, как он со мной встретится. Потому что если он со мной встретится, я уже буду реагировать совсем по-другому. Демоном понятно это? Понятно. Хорошо. Так, Спрут готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки. Спрут забирает все, что он с собой принес. Один, два, три. И уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Под голограммой открывается портал в галактическое ядро, и оно улетает на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что ты больше никогда в это биополе не придешь. Пойду дальше. Даю слово. Открывается наверху против часовой стрелки портал на чистоте синего дракона. Один, два, три. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Суккуб готов ходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Один, два, три. И суккуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, демон. Я тебе все сказал, чтобы ты был в курсе. Если не хочешь нашей следующей встречи, лучше уйди сам, потому что я приду. И матушку его почищу, и дом почищу. Но если я тебя в нем обнаружу второй раз, поверь мне, ты это никогда не забудешь. Все понятно? Я же сказал, все понял. Я хотел убедиться, что ты все понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Один, два, три. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй, с тобой угненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Поехали по чистотам. А есть у нас просто, видимо, его куратор в комнате. Мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой. Впервые в данном виде, согласно своему эфирному куду. Просим представиться, с кем мы имеем честь. Я бы не хотел вас прерывать. Мы сейчас продолжим. Просто представьтесь, вы можете, если вы хотите посидеть до конца сеанса. Мы скоро закончим. Мне нужно направить Геннадия и объяснить его ошибку. Больше я не намерен ничего объяснять. Я, Марс-куратор Геннадия, побуду здесь, если вы не против. Безусловно. И появляется большое кресло для нашего друга Марса, для куратора. Появляется большой стол с любимыми его угощениями. Один, два, три. И он может посидеть, поприсутствовать на нашем сеансе. Хорошо, Верочка. Поехали дальше. Мы остановились на остаточных энергиях. Они проявились? Да. Открываем воронку против часовой стрелки. Появляется твой высоковибрационный инструмент для удаления остаточных негативных энергий вибрации биополя Геннадия. Приступай к работе. Вычищай все остаточные негативные энергии вибрации. Переходим к закачке энергии и вибрации. Подсоединяй тонкую копию к источнику высокой вибрационной чистой энергии, которую Геннадий получает во время сна. Запроси биополя, сколько энергии нужно Геннадию и какая частая вибрация, максимально комфортная? 500 просит. Сколько? 500. 500 и? 500 много ему. Подожди. Он просто так раскрылся весь, и вот этими эмоциями еще все ушло у него. Сейчас такой другой совсем. 320. 320. И 24. И 24, это ближе уже. Хорошо. И на счет 3. В макушку головы Геннадия начинает поступать 7 высоко вибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота его вибрации поднимается до числа значения 24 Гц. Пошел подъем. Наслаждается он энергиями. Говорит, я кажется, понимаю, что дракон имел в виду. Смелее мне надо быть. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Пошла синхронизация, гармонизация. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Мы закончили чистку. Ну, Геннадий, как вы себя чувствуете? Волшебно. Отлично. И здесь у нас находится наш гость, ваш куратор, уважаемый Марс. Мы закончили. Марс или Марси? Как вам удобно? Марси? Марс или Марси? Мне нравится Марс, если вы позволите. Пожалуйста. Благодарю вас. Уважаемый Марс, мы рады вашему визиту. Как я уже сказала, я ненадолго. И я без намерения, что случается только в ситуациях, когда это необходимо. Как я вижу, Геннадий понял свою ошибку. Себя нужно любить, твою душу и развивать. А он потерял веру в себя. Это неправильно. Все в твоих руках. У тебя такие же возможности, как у всех. А может даже больше. Я лишь хочу сказать, что ты не один. Но начинать нужно с себя. Своих энергий. Своего строения. С уверенностью в себе. Я твой куратор. Представляюсь сегодня. Если тебе нужна будет информация, ты можешь обращаться ко мне. Но первая изучи то, что уже есть, чтобы сделать следующий шаг. За этим я сегодня здесь подбодрить тебе. Сказать, что нужно верить в себе. И в себе. Поэтуша добрая и мягкая. Дай же и развитие. Она не зря пришла на Землю. Благодарю вас за эти слова, уважаемый Марс. Мы спрашиваем Геннадия. Геннадий, вы поняли, о чем говорил ваш куратор? Я не просто понял. Слезы бегут у меня. Уважаемый Марс, ваши слова? Как же я все чувствую? Отлично. Ваши слова дошли? Самое сердце. Самое сердце и по назначению. Благодарю вас, уважаемый Марс. Вы закончили или вы хотели что-то еще добавить? Я закончил. Я сказал самое главное. Уважаемый Марс, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Любой куратор, любой учитель, который к нам приходит. А у нас действительно уже были со всей галактики. Несколько сотен кураторов в этой комнате диагностики. Также с Марсом. Мы всегда делаем один определенный подарок, который все цивилизации с удовольствием принимают. Я хочу предложить вам, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы бы хотели передать вам эти витамины, это наше лекарство, которое на Земле единственный чистый экологический продукт, который остался. На добрые воспоминания об этой встрече, о вашем визите. Не ожидал такой встречи. Я лишь хочу поправить. Пусть мое имя не сбивает вас толку. Хорошо. Значит, не Марс. Хорошо. У меня, конечно, заключена определенная подсказка, Геннадия. Хорошо, мы не будем забегать вперед. Я не хотел ни в коем случае торопить события. Я просто прошу. Это должно быть осознанное понимание. Мы это понимаем. Если он созреет до следующего этапа и захочет задать вам 10 своих вопросов, он всегда может обратиться. Но для этого, безусловно, нужно какую-то работу над собой уже начать проводить. Правильно. Я же сказал, нужно изучить то, что у него есть в руках. Уже есть. Проанализировать и применить на себя, а не думать, что кто-то это сделает. Или через кого-то. Буди свою душу уже и начинай работать. Замечательные слова, уважаемый Марс. Благодарю вас. Благодарю вас за эту встречу. Благодарю вас. Примите искреннюю энергию благодарности. Я не прощаюсь, я говорю, до скорых встреч. Всего наилучшего. Всего доброго. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Геннадий. Мы закончили вашу чистку. Даже ваш куратор сам пришел вас поприветствовать. Это очень редко случается. Значит, вы достигли какого-то определенного такого момента, когда надо действовать. Тогда и появляется, когда ученик готов, появляется и мастер. Соответственно, ваш куратор вам сказал, что вам необходимо делать. Здесь добавлять нечего. Работайте над собой каждый день. Заправляйте энергиями. Синхронизируйте, гармонизируйте, как мы вам показали в этом сеансе. Для меня это подарок судьбы, скорее всего, судьбоносный. И я проснулся и думаю, что уже не стану прежним. А назад пути просто нет, когда вы знаете правду. Хорошо, Геннадий. Будем возвращать вас назад и синхронизировать, гармонизировать ваши энергии, полученные на тонком плане, с энергиями биоробота. Чтобы вся эта информация, все эти энергии перешли на физический биоробот. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Геннадия в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. И аналития. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!